СЛУШАЙТЕ ДОКТОРА СЛУШАЙТЕ ДОКТОРА Вообще сама идея и сама история возникновения озонотерапии, мне кажется, надо знать в первую очередь. Потому что, когда ты знаешь, что уже эти методы разрабатывались и применялись больше 50 лет, почти 100, ну вот если я посмотрю, что... Больше 100. Дальше больше 100. Открытие 200. Да, потому что вот когда мы узнаём про то, что... Вот есть какая-то процедура в новом салоне или в новом центре медицинском, если ты раньше о ней не слышал, то ты думаешь, она только что появилась. Относиться к своему здоровью, а красота – это тоже здоровье, всегда нужно с пониманием того, что любые методы, которые применяются, они проходят апробацию, долгие годы исследования, потом результаты, потом уже широкое применение и исследование. Так вот, Озону, как вы сказали уже, Гульнара, уже не 100 лет, а ещё гораздо и больше. Но я-то вижу, что, конечно, активное действие Озон... Озон использовался активно во время Первой мировой войны. Вторая. Ну, во время Первой мировой, когда вообще химия очень активно применялась всячески, и каких только экспериментов не было над человеческой жизнью, вот Озон тогда себя очень хорошо проявил именно в лечении различного рода раны язв, и, пожалуй, с того времени наиболее активные шли и исследования, и эксперименты по его применению. Но давайте вернёмся к самому началу вопроса. Вы сказали, что открытию вообще больше уже... Конец XVIII века физик открыл, если я не ошибаюсь, голландец. Это открытие было именно самого газа Озон, и в дальнейшем он исследовался лет 50-60, он только исследовался, находили его формулу. И впервые, и где-то в середине XIX века, да, начались исследования по поводу... Именно XIX, обращу внимание, да, то есть это больше 150 лет уже. И впервые начали его применение в практике медицинской. И, как ни странно, вот мы много, как бы впереди планеты всей, в общем-то, Россия, да, но здесь мы первенство отдаём американцам, хотя именно оборудование и лечение начиналось вообще в Германии, и очень сильно работала Германия по озонотерапии. Сейчас она, кстати, очень хорошую марку держит именно по озонотерапии. Но вот первое общество возникло в Америке, и 1893 или 1896 год, вот Тесла, да, то есть вот я к Теслу вообще очень с большим уважением отношусь, я считаю, человек, который, в общем-то, предвосхитил очень много, и очень жаль, что много, может быть, до нас не дошло, было погублено, кстати, специально, да. И вот первые аппараты, озонаторы, кстати, Тесла был, и это Америка, конечно. И они ещё до создания FDA 1906 года, да, они уже заявили себя как ассоциация озонотерапевтов, и очень в большом, как бы, количестве и ветеринарии, кстати, да, и в медицине они, в общем-то, уже использовали это всё. Вот. И самое интересное, да, вы правильно говорите, Первая мировая, а не забывайте Вторая мировая война. Вот в Германии как раз, да, вот в фашистской Германии, у них очень много было этих установок озонаторов, и они очень хорошо лечили своих солдат. И я вот так читала, в печали глубокой, что, конечно, у нас этого не было вообще, да, тогда в Советском Союзе, просто мы этого не знали. Но вы говорите, вот, да, о лечении ран и там ястрофических, а вообще-то не будем забывать, что озон, это, да, это очень много кислорода, да. Что он дал? Вот не было бы отрубленных, как бы, всех конечностей, да, ампутированных, потому что не было бы столбника, не было бы гангрены, то есть если бы они были в полевых госпиталях, стояли у каждого, сколько бы спасённых жизней было. Да, в этом смысле там не то чтобы не было бы, смогли бы снизить значительно. Конечно, ну да, причём, кстати, в разы, как антибиотик в 43-м году появился, да. И вот тут интересная история пошла дальше. То есть если до 40-го года, да, и ещё даже войну очень хорошо всё как бы нашло, и очень много где использовалось, ну не в Советском Союзе только, то в 50-е годы, с 40-х до 50-х где-то так пошёл слом, и именно Соединённые Штаты решили, что нет, озон нам не надо, мы только медикаментозную терапию признаём. И всё, и озон ушёл из забвения, к сожалению. И самое интересное, что вот реинкарнация какая-то пошла вот как раз уже в Советском Союзе, и у нас ведь на самом деле вот все сейчас носятся с импортозамещением, и может быть мало кто знает, что на заводе Лепси озонаторы проводятся. Даже у нас в Кирове. Производятся? Да, озонаторы производятся. Мы работаем не на лепсинском оборудовании, я как-то изначально привыкла, это Нижний Новгород, и они были впереди планеты всей, ну в России, которые, в общем-то, этот медозонцы использовали, это так фирма называется, но они настолько успешны, что они продают своё оборудование за рубеж, вот так. То есть Нижний Новгород. Нижний Новгород. Но не Киров. Не Киров. Ну, про Киров не буду говорить, потому что я не работаю на этом аппарате, но то, что 15 лет я занимаюсь озоном, и когда я, естественно, ездила на обучение, и смотрела карту мира тогда, 15 лет назад, я видела его в Австралии. То есть они там флажочками ставили, то есть, ну там Африка, ну была удивлена, что даже Австралия была. Потому что он не настолько дорог, и он очень надёжен. Он очень надёжный аппарат. А у вас работает сколько лет уже этот аппарат? Вот это, конечно, чтобы не сглазить. Все эти годы. Если я его купила 15 лет назад, вот вы не поверите, мы ни разу его не ремонтировали. Почему же озон сейчас имеет такое широкое применение? Давайте поймём, какими свойствами он обладает и на какие, в каких случаях он применяется. Ну, я думаю, что, знаете, надо начинать с того, что почему он получил опять реинкарнацию такую. А вот я, как, например, врач, думаю, что, во-первых, слишком много аллергических реакций на лекарственные препараты. Ну, мы знаем, конечно, историю с антибиотиками, которые в кризисе уже 10 лет, и практически никак не работают. Поэтому стали реанимировать другие методы лечения, потому что это же ультрафиолетовое облучение крови, да, то есть, кстати, наше изучение, наши разработки хорошие были в России. Вот. Естественно, возвращаются к озону. И мне очень жаль, что вот вообще, вот моё мнение личное, если бы я была министром здравоохранения, я считаю, озон должен находиться не только в стационарах, но и в поликлиниках. И сколько бы мы могли, и скольким людям мы могли бы помочь. Ну, давайте начнём хотя бы с того, что физиотерапию неплохо бы вернуть. Да, вот это преступление было, когда физиотерапию у нас уничтожили, и при том, сколько мы помогали, да, чтобы хронических заболеваний не было у людей. Тем более, что это тоже наши очень глубокие разработки советские. Да, да, и так обидно. И вот здесь мы были впереди планеты всей. Да, да, да. Ну, а по озону, да, конечно, изначально, и вот если даже сейчас наши слушатели откроют интернет и начинают смотреть озон и влияние на организм, то первое, что они увидят, это токсичное воздействие озона на человека. И они будут правы, потому что токсичные дозы озона, но это не то, что мы получаем при грозе и чувствуем этот запах приятный. Не знаю, может, многим не нравится. Или когда работает озонатор. Да, но это не те, они далеки от предельно допустимых норм. Но, естественно, если человеку, в общем-то, поместить в какие-то такие условия и дать озон, то он может погибнуть от разрыва альвеол. Да, то есть это на самом деле так. Но ведь речь идёт не о вот таких превышениях доз, а о терапевтических дозах. То есть есть понятие терапевтических доз, и именно советские учёные вначале, а потом уже российские, они, в общем-то, это наша школа отличается тем, что мы, в общем-то, используем концентрацию озона меньше, чем в Европе. То есть у них есть там тоже европейская ассоциация, есть через 20 лет, у нас в 96-м, кажется, ассоциация российских озонотерапевтов появилась. Но это всё на базе Нижнего Новгорода. Это все научные работы, все патенты, все диссертации, это Нижний Новгород. У нас там центр такой, да? Да, они, в общем-то, вокруг себя это всё, в общем-то, сконцентрировали. Молодцы, они, в общем, развиваются и общаются с коллегами и иностранцами. Вот, и поэтому мы-то ещё и меньшую дозировку используем, чем наши европейские коллеги. И вот терапевтический озон, да, он ещё вот как раз в 19 веке, там, в середине показал чудесные свойства свои. И тут можно про озон много что рассказывать, но первое, что в нём было открыто, и тоже, опять же, все наши пациенты, ну, не пациенты, все наши слушатели, я как врач заговариваюсь постоянно, они как бы знают, что озоном, например, мы можем озонировать воду, да, и вот это супер. Я прямо тоже опять радую, чтобы мы не хлорную воду пили, а озонированную. Только я не думаю, что прямо таких бешеных денег было бы, если бы это импортозамещение было, если бы озонирующие установки делали бы наши российские производители. Но не будет это столько стоить. Зато мы бы употребляли вкуснейшую воду, и она была бы защищена от бактерий, вирусов и грибов. Вот что делает озон, когда озонируют. Или наши бассейны, да, то есть не хлорка, когда наши бедные дети чешутся, глаза красные. То есть некоторые дети не могут ходить в бассейн только по той простой причине, что у них аллергическая реакция на хлор идёт. А были бы озонированные бассейны. Озонированная водичка на такого голубого лазуревого цвета получается. Да, ну это чистейшая вода. Представляете, чистейшая вода. Вот. И понятно, что первично, да, это противобактериальные, противовирусные, противогрибковые. И вот сейчас, так как мы, значит, так активно стали заниматься лазерным лечением онихомикозов, грибка ногтей, мы очень часто у возрастных людей, у которых нарушение кровообращения идёт, дистрофические изменения идут, мы подкалывать начинаем озон, и мы видим, о чудо, да, то есть у нас отрастает просто вот, ну, изумительно красивая, молодая, нежная, как у молодых, и ногтевая пластина, и очень быстро. То есть с одной стороны лазер... Да, фунгицидное действие, да. Да, убивает грибок. А с другой стороны стимулирует рост, регенерацию рост. Значит, мы уже теперь второе действие озона отметили. То есть если первое, он борется с различными паразитами, так скажем, бактериями, да, и так далее, то второе, он стимулирует, активизирует процессы в организме, какие? А вот я скажу, то есть чтобы как бы не вдаваться в подробности, потому что биохимия, биофизика очень сложна у озона, там все эти тройные, двойные связи, там полиненасыщенных жирных кислот, это очень всё сложно. На самом деле проще всего объяснять тем, что когда озон попадает... Ну, это мы говорим, в принципе, сейчас о внутривенном введении, на физрастворе вот этих малых, средних доз озона, то, что мы очень практикуем у беременных, у стариков с определенными заболеваниями, за счёт чего улучшается корообращение. Причём, заметьте, идёт она микроциркуляцию, где идёт, когда эритроциты идут по сосуду, как столбики монетные, то есть вот насколько они маленькие, да. И вот эти монетные столбики эритроцитов часто дают тромбозы, они закупоривают это всё и ухудшается микроциркуляция. У кого очень плохо? Ну да, конечно, у возрастных людей. Но ещё ведь сахарный диабет. Вот сахарный диабет, где глюкозой пропитаны все сосудистые стенки, вот у них ведь тоже идёт нарушение кровообращения. Что делает озон? Вот попадает эта молекула озона, это же кислород О3, да, все мы знаем, О2, О3. Он на кислород и на атомарный кислород, который, по идее, все, кто не знает, они говорят, ну это же вредно, это же... То есть разлагается молекула на молекулу кислорода и атом кислорода. Это же свободный радикал. Так вот этот свободный радикал, он вступает во взаимоотношения с очень многими структурами организма, тканями, ферментами. И вот он таким образом воздействует на эритроциты, что таким образом их перезаряжает, да, что они начинают друг от друга отталкиваться. Вот вам весь смысл, вся как бы фишка квинтэссенции этого озона на микроциркуляцию. И когда ты вводишь... То есть по сути разжижение получается крови. Разжижение за счёт того, что отталкиваются эритроциты. Всё. Понятно, что это и профилактика тромбозов, и, в общем-то, тут самое первое место под 90-95% это пациенты, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, атеросклероз, да. Кроме геморрагического инсульта, да, геморрагически нельзя, ишемически можно, допустим, да. То есть это сердечники. Второй момент, кто у нас так плохо себя чувствуют? Люди, которые задыхаются. Это бронхиальная астма и хобл, хронические абстрактивные болезни лёгких. Вот за что я и радую, что вот в этих-то отделениях тоже должны стоять озоны. Отделения эндокринологии, которые с сахарным диабетом занимаются, тоже должны стоять, потому что диабетическую стопу, трофические язвы, да, всё это можно лечить. И вот при хобл, ну вот при хронических абстрактивных, когда человек, эмфиземы, да, и бронхиальная астма, вот человеку прокапывают один только сеанс и говорят, «О, я стал дышать!» Такое улучшение микроциркуляции. Они получают тот самый кислород, а некоторых он даже, вы знаете, вот аж головокружение бывает, потому что они бедные, не привыкли получать столько кислорода. То есть для них очень много кислорода. Кислород для живого организма – это жизнь. Если у вас не хватает кислорода, то все процессы, которые есть в организме, все органы абсолютно страдают. И здесь, конечно, насыщение организма кислорода приводит к массе изменений в самом организме. Причём как у человека, у которого есть заболевания различного рода, так и у здорового человека. В нашей стрессовой жизни в городе, при том задымлении, которое у нас существует, загрязнение воздуха, кислородные ванны, так скажем, кислородные капельницы, наверное, никому бы не помешали. Вот если приходит к вам человек, который вроде бы ничего, вроде бы не сахарный диабет и не ишемическая болезнь, и ни то, ни другое, ни третье, вот с целью профилактики, например, чего бы то ни было, можно сделать озон? Можно, абсолютно можно. И я тоже вот... Мне жаль, что наши тренера и спортивные врачи, а может быть, и знают, конечно, но вы понимаете, это не допинг, его не найти. То есть если они к мельдонию, милдронату пристают очень сильно, да, и это допинг. А на самом деле этот препарат очень хорошо помогает возрастным людям перенаживать вот это вот кислородное недомогание, кстати, мышцы сердца, да, вот причём кардиологи наши не назначают. А я знаю массу людей, которые, принимая мельдонию, милдронат, просто оживают на этом препарате. Ну вот почему-то так у нас, в общем... Представляете, мы делаем спортсмену перед соревнованиями озон. Да хоть ты сдавай, не сдавай эту кровь, мочу. Ничего, не найдут. Ничего, не найдут кровообращения. Вообще в списке каких-то запрещённых препаратов потребления спортсменов. А его не найти, понимаете? Озон не найти. Как и переливание крови, да? Вот как спортсменов ловят на переливание крови. Но мы тут не можем пропагандировать эту историю. Ну нет, а я не считаю, что это вредно, потому что спортсмен получает большие нагрузки. Мы себе можем представить, конечно. И он имеет право, да, как бы... Восстанавливать свой организм. Восстановительное, да, то есть, пожалуйста, но я и не думаю, что это какой-то запрет на... То есть я не в том смысле, что употребляют, а что ловят, например, на озоник. Ну вот допустим, кто может обращаться, вы говорите, с профилактической целью. А вот приходят ОРЗ, им надо быстро встать на ноги. Они делают у нас УФО крови и озон. Просто кто знает, они приходят целенаправленно на это. И при острых респираторных заболеваниях... Потому что, опять же, активация процессов метаболизма, иммунитет нормализуется, да. Повышение противовирусное. Причём на всех уровнях, даже на клеточном. Противовирусное, противобактериальное. И вот тебе и комплекс воздействия на... Конечно. И ты не уходишь в осложнение пневмонии. Вот посмотрите, как по зиме у нас опять столько пневмонии пошло. И опять надо... Да, они как бы... Конечно, боишься антибиотики начинаешь, но которые ещё, к сожалению, могут и не действовать, да. А можно было начинать эту же озонотерапию. Да вовремя, в первые дни. И мы бы наверняка убрали очень много осложнений. Кулинар Касимова, директор клиники Возрождения, у нас в гостях. Мы, я думаю, что только начинаем разговор об озоне, потому что множество у него различных аспектов применения. Вот сейчас, я думаю, что имеет смысл поговорить ещё о применении озона в отношении там кожных каких-то заболеваний и осложнений. Вы уже начали говорить про грековые заболевания ногтей. И упоминали мы тут мельком, когда говорили об истории применения озона, язва различного рода. Вот хотелось бы об этом поподробнее. Вот тоже немножко обидно, что не знают это. Но у нас были случаи, и мне жаль, что мы тогда фотофиксацией не занимались. Это, конечно, трофические язвы. Вот у стариков за 80 лет, и до сих пор эту бабулечку помню, 85 лет, Альцгеймер, сосудистый хирург на дом был вызван. Там у неё, значит, ну, 10 на 10 сантиметров, значит, уже некроз ткани, то есть, ну что, ампутация конечности. По сосудистый хирург пишет так, но вот по общему состоянию никак. То есть человека не могут взять на такую операцию, потому что риски очень высокие. И вот дети, её дети просто носили на руках её к нам, на озон, при том, что мы, в общем-то, не давали никаких прогнозов. Да, мы внутривенно капали, мы кололи пот, трофическую язву. Сложно в такой ситуации, конечно, вообще давать какие-то прогнозы. Но мы её вылечили. Мне так до сих пор жалко, что у нас не было этой фотофиксации, что мы не могли потом коллегам своим показать этот момент. Вот этот конкретный случай, вот этот конкретный случай... Это он слишком сложный был. Да, он очень сложный, мы не можем его приводить как пример системного воздействия. Но ведь есть доказанное системное воздействие. Это все патенты на изобретение, это всё, опять же, Нижний Новгород, а нет, трофические язвы, диабетическая стопа, все ожоговые. То есть у них вообще озонаторы стоят в ожоговых отделениях. И здесь тоже складывается активное воздействие азота. Азона. Азона из его реакции на то, что он, с одной стороны, убивает бактерии, которые присутствуют в язвах, а с другой стороны, усиливает метаболизм, когда ткани регенерируют. Ну вот в данном случае, особенно когда я работаю с трофическими язвами, конечно, в первую очередь это всё-таки улучшение микроциркуляции. Причём это просто вот, ну вот, я не знаю, я настолько озон люблю, я считаю, что память ему ставить этому озону, что он делает. И вы представляете, вот один, два, три раза проходишь, и ты видишь эффект, ты видишь этот эффект потрясающий, когда язвочка начинает заживать. Да, она с краёв уже начинает заживать, она заживает. Если мы уйдём от больших вот таких поражений, как трофические язвы, к небольшим, но от этого не менее доставляющим беспокойство людям, например, крупцам, которые остаются после угревой сыпи, или у подростков, которые любят во время гормонального там вброса свои прыщики там выдавить и оставить красные точки на лице. Вот здесь вот можно применять озон? И о возрасте надо тоже поговорить. Ну, во-первых, озон не противопоказан по возрасту, потому что, значит, когда исследовали побочные действия озона, вообще за всё время наблюдений, лечения озона по всему миру, но это уже этим сейчас занимаются, там ноль. С семью, кажется, нулями после точки пять было осложнений. То есть это и то пренеправим. То есть мы не сказали, что нельзя при гемофилии, если слишком разжижена кровь и геморрагический инсульт нельзя, то есть и тиреотоксикоз. Вот четыре вещи, которые нельзя применять. Если врач по незнанию нарушил эти моменты, он может что-то получить неприятное под озону. Насчёт, мы тогда уже и делали передачи по угревой сыпи, по фурункулёзам. Можно вводить озон локально, газом именно, под каждый фурункул, под каждую вот эту пустулу. И это лучше сделать. Почему? Потому что да, а вот здесь первостепенно будет срабатывать противобактериальный эффект. Это первое. А второе, когда ты озон вводишь, ты блокируешь воспаление, и тем самым ты блокируешь образование самого рубца. И вот второй вопрос, который вы задали, рубцы. Здесь, конечно, сложнее, потому что, чтобы соединить этот тканный рубец, убрать, во-первых, это должно быть мало времени пройти. И он должен быть достаточно нежен тоже. И тут ожидать вот таких моментов, что вау, мы помогаем? Нет. Хотя, допустим, если мы берём, опять-таки, вот растяжки наши любимые, мы тоже эту передачу делали. Вот если розовые растяжки, только-только женщина вот родила, и розовый цвет, мы как раз можем подкожно, озоном отлично вылечить, и не дать уйти в суп-атрофию. Но если они уже белые, озон тоже тут ничего не сделает. Там уже лазер включается. Да. А тут ещё есть понятие озоновой липосакции. А вот здесь интереснее, потому что полинезасыщенные жирные кислоты, там вот эти двойные связи, то есть он переводит жиры наши из гидрофобного в гидрофильные состояния. Водорастворимое состояние. Да, водорастворимое состояние. И что получается там? Ну, и, конечно, не за один раз, но когда ты низкопоточно, мы даём высокой достаточной концентрации озон, он, вот переводя этот жир в водорастворимый, этот живот становится мягким, кляксом, то есть он такой вот прямо растекается, этот жир, да, и за счёт... И дальше, пожалуйста, ты массаж и делаешь всё. То есть ты можешь с ним работать. Вот здесь вот интересно вот так срабатывает, но как бы вот про рубцы я бы не стала так говорить. То есть на стадии, когда есть воспаление, да. Вот я поэтому всегда призываю, делайте, когда вот он ещё не сформировался. Пожалуйста, надо делать тогда. Понятно. Кулинар Касимова, руководитель сети клиника Возрождения в Кирове, находится в нашей студии. Мы говорим про озон, и у нас ещё есть время, чтобы ещё поглубже копнуть фантастически совершенно, на мой взгляд... Ну, я бы хотела наши научные тогда разработки, то, что мы делаем сейчас. Да, мы, кстати, с вами действительно говорили о применении озона, я помню. Сейчас, прежде чем научный... Есть у нас время ещё на научные разработки, но буквально полминутки о применении озона в очень распространённой, на первый взгляд кажется, вроде не тяжёлой истории, но это кто не касался её. Это история с выпадением волос. Ведь озонотерапия прекрасно себя проявила именно в истории с замедлением выпадения, а то и восстановлением роста волос. И за счёт чего? За счёт симуляции кровообращения. Совершенно верно. Я это помню. Это была у нас первая с вами программа, Гульнар, потому что у нас в регионе это очень большая проблема не только у мужчин, но и у женщин, к сожалению. И здесь надо про это не забывать, потому что уколы в эту область головы, я могу по собственному опыту сказать... Болезненные. Ну, не слишком. Абсолютно гораздо болезненнее, когда падают в волосы, Гульнар. Вот это болезнь, да, я вам скажу. Ну да, потому что усиливается кровообращение, метаболизм, потому что все процессы и в луковицах волосипедных, и в коже вокруг тоже усиливаются, волос начинают... Регенерация. Регенерировать, питаться, да. Да, у нас остаётся сейчас 4 минуты на ваши исследовательские разработки. Рассказывайте. Ну, то, что мы не нашли, совершенно не нашли в литературе, и вот, но то, что мы делаем, делаем изумительно хорошо, это наши любимые лактостазы у матерей молодых, ну, в общем, родивших женщин, да, то есть достаточно 1-2 процедур, чтобы убрать лактостаз. Лактостаз – это застой молока. Это застой, да, и это высокая температура, это антибиотики, это, в общем-то, переход в мастит, и инфильстративную стадию мастита мы тоже можем вовремя подхватить на озоне. И достаточно быстро, заметьте, без антибиотиков. И второй момент, более сложный и тяжёлый, это когда мы хронически маститы лечим у возрастных женщин, и там очень сложно, просто резать нечего на антибиотике, они нечувствительны, потому что вообще вот там можно 5-6 в курсах антибиотиков разных менять. Хронический мастит не лечится, и очень много написано в литературе, и ничего конкретного нет. Вот мы озоном, в общем-то, хорошо добиваемся с иммунотерапией. Ну и вот такая прямо хорошая работа у нас сейчас идёт, и оказалось, что мы как-то так… Ну, мы-то раньше начали, но Институт Кулакова в Москве, кушерство гинекологии, они начали работать ане СО2, мы озон применяем при таком очень сложном заболевании, зуд, вульвы – это склерозирующий лихин по-научному, лейкоплакия, то, что мы не умеем, не можем, не знаем, как лечить, и очень есть много пациентов, которые страдают и вынуждены гормональными мазями пользоваться, которые, к сожалению, через 2-3 года могут приводить к осложнениям, таким как рак, вульвы. Да, нет. И вот мы этим сейчас занимаемся, и вот я всегда своих коллег-гинекологов прошу, чтобы, если они, в общем-то, ну, понимают, что им некогда заниматься, что это сложно, это тяжело, посылать к нам, потому что делаем, делаем мы это лет 5 уже и с очень хорошим эффектом. Вот, кстати говоря, вы упомянули эту историю. Есть ли ограничения как раз применения озона у пациентов, у которых есть или был рак в любом его виде? Самое интересное, что нет. Как оказалось, что нет. Но я, как онколог, опять же, в прошлом, тоже вот очень осторожно в этом отношении. И я вот считаю, что я бы не стала в момент лечения делать это всё, но есть ведь понятие осложнений. Вот, да, например, выпадение волос. Почему, когда мы пролечим человека, почему место нельзя сделать? Можно. Лучевые все дела, да, лучевые вульвиты. Ой, ну там вообще страшно бывает после всех этих облучений. И подкожно почему нет? Конечно, можно, да. Вот какие-то такие моменты. Но я точно могу сказать по литературе, что у них, наоборот, описано, что действие озона затормаживает опухоль. Как ни странно. Хотя, с одной стороны, мы бы подумали об улучшении кровообращения и питания опухоли. Да, да, метаболизм и так далее. Но вот я и думаю, что здесь... Хотя вот эти работы-то идут сейчас и шли по животным, да, то есть на мышах. А, да, то всё-таки... Вот, и поэтому я вот всё-таки склонна к тому, что давайте мы вот, когда человек лечится, мы его не трогаем. Вот, отлечился, есть какие-то осложнения там, как бы вот тогда что-то делаем? Ну, я вот пока что в практике наших медицинских центров, онкологических, я пока что не видела применения в России именно. Это такой опыт, с которым надо, видимо, ещё будет знакомиться и как-то с ним работать. Был бы очень интересен. Поэтому, как всегда, в нашей программе слушайте доктора. Мы, конечно, говорим, что есть ограничения. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Ну, кстати, с врачом, который знает озонотерапию. Опять-таки наши коллеги просто иногда говорят... Да, с врачами, которые специализируются на этой истории. Не то, что есть на самом деле. В клинике Возрождения такие специалисты есть. Я знаю, что в Кирове есть вообще люди, специалисты по озону, которые тоже в Нижнем Новгороде, как и вы, с удовольствием общаются с... Есть прям настоящие фанаты медики озона. Я просто... А его невозможно не любить. Да. Я понимаю, что если уж медики, которые, в принципе, циники, вот они испытывают восторг, когда рассказывают о применении озона, то имеет смысл посмотреть в эту сторону. И мы будем продолжать разговор об озоне. Возможно, будут приезжать сюда ваши коллеги, может быть, из Нижнего Новгорода. А мы ещё столько не рассказали, к сожалению. И тоже будем рассказывать, потому что интересно об этом, конечно, знать, и нужно просвещаться. Я благодарю нашу гостю Гульнару Касимову, руководителя сети клиник Возрождения. И напомню, что клиники Возрождения находятся по адресу Комсомольская, 63, и улица Преображенская. 82, дроп 1. 82, дроп 1. Да, благодарю вас за эту программу. Светлана Занько была у микрофона. Всем хорошего дня и здоровья. До свидания. Слушайте доктора. Продолжение следует...